всем привет с вами алексей мельников алиса хосмудинова и олег юрков привет всем доброго вечера ребят порисуем сегодня интересности оговорюсь заранее так как было написано выше олег юрков это не другие наши гости и при нем материться в чате нельзя поэтому извините но за матом мы будем понять так что да будем карать банить олег просит олег у нас просто санкт-петербурга поэтому он просил на материться хотя предыдущие гости тоже были из питера в общем олег просил не матюкаться постарайтесь сдержать себя ну давай сначала я вижу уже сейчас у меня запустится твой рабочий стол прекрасный и начнем я думаю с вопросов из лички то есть у нас как у нас время думают проход будет проходить следующим образом то есть мы зададим так примерно 20 минут вопросы от того кто такой олег и с чем мы едят и вообще как он пришел до жизни такой а потом он начнет рисовать и рассказывать нам про мультики про всякие интересности соответственно да а потом соответственно пойдут вопросы из чата вопрос из чата может в принципе задавать сейчас но будет очень хорошо если вы сдержитесь и знаете их конце это мы зачитаем их по очереди чтобы никого не обидеть тоже приходили комментарии что чей-то вопрос не зачитали вот потому что трудно их было себе выписать но ребят соответственно если не трудно в конце и еще также хочу оговориться контакт может сейчас дико лагать потому что в одной очень известной группе проходит очень известный конкурс который недавно положил сайт вконтакте которым я не знала которые я участвовал участвую как и еще один миллион таких же идет в который верит что им что-то выпадет ну естественно нет но тем не менее поэтому если у нас что-то будет лагать это все не мы а ну еще нас мало наверно потому что половина людей и смотрят как раз именно розыгрыш этого конкурса я не знаю что смотрят остальные люди да но я смотрю как рисует олег и олег сразу говорил что он человек скромный поэтому скорее всего большую часть стрима вы будете слышать лешу и наши вопросы и изредка олег если соизволен будет на них отвечать а если нет он просто смиритесь сегодня будет тихий такой культурный вечер отвечаю на вопрос из чата что за конкурс я опять все проспал ну короче слушай нашим подписчикам я готов рассказать мне не впадло есть группа вконтакте группа называется igm которая разыгрывала конкурс там с у них бюджет что там 700 тысяч я просто чтобы не переврать в общем большой бюджет они там разыгрывают 50 призовых мест playstation и xbox и видеокарты и компьютер в общем можете зайти к ним на страничку посмотрите или ко мне на страничку у меня там репост группы и попробовать выиграть я очень порадуюсь если кто-то из наших людей которые сейчас нас смотрят что-то выиграет это будет вот действительно прикольно мы можем сказать об этом но я думаю что там хрен кто что выиграет поэтому лучше перейдем к вопросам и к рисованию да вот ты начал же рекламировать я рисую свои ощущения того что ты сказал хорошо я сейчас перейду к вопросам из лички ну давай сначала по классическим как мы говорили полчаса уделяем я к этому и собственно и иду у меня записаны все вопросы уже выписаны списочком и мы об этом поговорим олег рассказывай для начала во сколько лет начал рисовать когда была первая коммерческая работа и как пришел от любительского рисования к коммерческому ну как и все я начал рисовать с детства единственное я точно помню когда я захотел рисовать круче чем мой брат это было когда я учился в первом классе ехали в поезде и брат нарисовал офигенную машинку я ему сказал я тоже так буду рисовать он сказал нифига ты так не сможешь и это подтолкнуло меня на то что я с тех пор рисую чтобы доказать скорее всего своему брату что я так смогу а твой брат сейчас рисует? нет он не художник и вообще с этим никак не связан он следователь а может быть и сейчас то есть кто угодно может вдохновить человека на рисование не факт что это художник будет в общем я сильно вдохновился и стал рисовать там с детства мама говорила что я мечтал работать в Disney рисовать вот а первая коммерческая работа была в институте когда меня отчислили в первый раз за неуспеваемость мне нужно было а тебя не один раз отчисляли да прекрасно ну последний раз я сам ушел уже в общем я решил начать работать я а не сначала мы с друзьями решили сделать сайт тогда интернет появился у всех сайтов начали появляться мы такие мы тоже сделаем сайт нашей компании и кто-то должен был отнести рисунки чтобы отсканировать ну мои карандашные друг отнес мои картинки в компанию где он работал те чуваки говорят принеси нам этого чувака чтобы мы с ним поработаем вот и мои первые работы были карандаш то есть мне заказывали рекламу какую-нибудь там нарисовать я ее рисовал карандашом потом раскрашивал это фломастерами они это потом все сканировали и пытались это фотошопе сами обработать в короле вот так и началось а из них пожалуйста хотел спросить а на кого ты учился изначально что забросил преподавателя английского языка неправильно забросил с учетом того что сейчас собственные курсы офигенный стиль рисования восхитительно так ну я думаю что перейдем к вопросу номер два собственно как ты познакомился с цг то есть ты говоришь рисовал традиционного а потом перешел на цг а как перешел на цг вот когда я искал работу потом уже другую уже не с теми людьми я пришел в компанию и мне принес свои работы на бумажке мне говорят а в какой версии королы вы работаете я говорю че где вы как вы на компьютере их обрабатываете я говорю как на компьютере ну в пейнте ну вот в этом майкрософт который был это единственное что я знал что можно что и как можно рисовать на компьютере что это в пейнте майкрософтском но потом мне объяснили что такое корол научился работать в короле работал дизайнером наружной рекламы и через несколько лет я понял что я слишком круто рисую чтобы работать в наружной рекламе и я уволился отовсюду и понял что я ошибался когда я вышел в интернет и увидел как другие рисуют я впал в депрессию жуткую но было уже поздно и пришлось в усиленном степпе научиться рисовать я мечтал работать мечтал работать аниматором и когда я начал изучать анимацию рисовать я понял что я не могу нарисовать двух персонажей ну тоже нужно по кадрам рисовать одинаковые персонажи то есть в разных позах и этого никак не мог сделать ну и решил что я сначала научусь рисовать а потом я уже перейду в анимацию ну с тех пор у меня времени просто уже нет в анимацию переходить обратно вот то есть вообще как аниматор тебе нравилось или нет нравилось я знаешь по хардкору рисовал то есть я также на бумаге рисовал анимацию ставил под ноги лампу ставил стекло ложил на колени под ноги лампу рисовал эти по кадровую анимацию 300 картинок как сейчас помню этот ужас потом это все фломастером обрисовывал ну и это потом узнал что можно на компьютере рисовать это все дело но было уже поздно вот это мотивация это я понимаю да мотивация самое главное ясно когда пришла идея сделать собственные курсы и учить уже людей то есть когда ты начал учить поставок сам учился то есть это идея пришла вместе с иваном смирновым который сказал который сказал олег давай вместе проведем курсы а то мне одному не интересно давай вот так вот и пришла он в фон вел уже курсы в реалтайна школе ну да я знаю я как раз там обучался долгие года здорово в общем мы там с ним вели курсы и нормально а до этого мы с ним просто вместе работали с вами в Вологде там и подружились ну отлично расскажи тоже еще один вопросик как ты как ты выработал вот этот превосходный мультяшный стиль то есть ты в реализме не рисовал насколько я понимаю да ну всякие реалистичную анатомию и все такое я до сих пор анатомию не особо знаю прям классическую вот эту академическую анатомию вот мультяшек то проще рисовать например дорисовать руку вот это же не сложно ну ты знаешь кому то сложнее вот так вот упростить форму и сделать мультяшную руку чем там классическая анатомия тем более вот опять же вопрос про а скорее про стиль то что у тебя очень хорошо то есть жесты идут соответственно динамик формы и так далее да то есть вот как как оно ты сейчас взял и нарисовал такую мультяшную лапу да быструю магия да вот магия многие будут такую даже руку строить там и так далее просто набивал руку ну да это как сказать это как в тренажерный зал когда входишь ты сначала поднимаешь там 5 килограмм потом 10 килограмм потом 15 килограмм потом 50 может мне не рассказывать да вот вот то же самое и здесь то есть я нарисовал этих рук уже бесчетное количество то есть ну быстро рисую но если я мне сейчас возьму и начну какую реалистичную руку рисовать я ее наверное не смогу сделать ну все равно рендер то у тебя очень хорош то есть ты из серии сначала просто мультики потом рендер и все что сколько сколько скетчешь в день спрашивают сколько чего сколько скетчешь в день ну рисуешь в франции как много рисуешь в день а рисую ну я классический вопрос в наших интервью да я прихожу на работу рисую на работе еду домой в метро когда беру свой планшет я рисую в метро прихожу на прихожу домой рисую дома и вот и ложусь спать то есть я рисую постоянно но еще и по субботам поэтому выхожу порисовать с друзьями на съезднях и в пятницу вечером да и в пятницу вечером всякие тоже стримы ну послали да ты это ты знаешь мне напоминают как раз ответы Рапозы то что он там тринадцать часов рисует и вот и думаешь ну когда когда ты успеваешь вообще жить то да это ну с другой стороны это когда начнешь потом уже не остановиться и если ты не рисуешь там например то есть работал усиленно целую неделю потом в выходные сидишь ну все я в выходные отдохну два часа отдохнул блин что то надо поделать пошел порисовал да да пойду порисую что ли понятно так ну дальше сейчас по вопросам у нас как раз сейчас уже скоро полчаса закончится ну не полчаса ну не то чтобы скоро в общем так еще минут десять быстренько на общие вопросы перейдем непосредственно к работам и рисованию хотя ты уже и так рисуешь тебя кстати спрашивали как ты как ты выбрался в Москву выбрался из Вологды ты как ну я жил в Омске сначала потом я некоторое время работал в Севастополе потом я некоторое время работал в Вологде где мы познакомились с Ваней потом я переехал в Питер потом я переехал в Москву пожил там немножко потом понял что Москва не для меня и переехал обратно в Питер пока так алло ясно понятно да 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 у меня просто одновременно я общаюсь в части просто да я стараюсь зачитывать ли я думал может еще что зачитывать ли мы и тебя не бросим одного вот этот пятничный вечер ты не волнуйся если что я по крайней мере точно буду тут народ напишите пожалуйста сейчас нормальный звук на сей раз потому что отлаживать микрофон мы с 3-го 4-го стрима только более-менее отладили скажите если есть какие-то косяки пожалуйста очень важно чтобы потом на записи не было срезов мне нужно сейчас чтобы наши слушатели сказали хорошо ли слышно Олега хорошо ли слышно нас кого потише кого погромче И заодно отвечаю на вопрос Когда Степан Алексеев будет Предварительная договоренность со Степаном На 20 числа апреля То есть так В принципе и должно было быть То, что он будет примерно На 20 числах апреля Ссылку на альбом Какую ссылку на альбом? На какой альбом? Давайте альбом какой-то музыкальной группы надо скинуть Какая группа вам нравится? Давай Ласковой Майи Или Лиса Повал и Бутылка Реклама Плейстейшн, Иксбокса Да, да, да И где деньги? А там можно отрисовать Все, абсолютно Так, ладно, следующий вопрос Из лички, одну секундочку Я сейчас его зачитаю Я покрасываю еще ссылочку на альбом Учился рисовать мультики По Диснею Или же что-то другое вдохновляло? Что вдохновляло Чтобы именно такой стиль Выбутался? Ну, как я и говорил В детстве, кроме мультиков Диснея Не было ничего Ну, кроме Тома Джерри Вот таких всяких классных мультфильмов Классических Вот А сейчас, например, меня вдохновляет Только Спанч Боб из мультфильмов Спанч Боб? Да Он самый крутой Ну, он самый Самодостаточный персонаж Он самый эмоциональный Самый проработанный персонаж Вообще Ну, я бы просто выслушал с удовольствием твое мнение на тему Спанч Боба Потому что Мне он казалось таким, знаешь, как персонаж, да? Самый Такой самый вот загнобленный То есть это такой образец Исключительно счастливого дебила Офисного клерка Ну, не офисного клерка Он там в фастфуде работает Но тем не менее Такой, знаешь Абсолютная ячейка общества Идеальный Он, по-моему, идеальный работник Идеальный работник Это не значит, что Человек офисный Там, планктон Там, или еще что-то Он просто тащится от своей жизни Тащится от своей работы Тащится от своих друзей И вообще весь на позитиве Ну, прикольно Не знаю Я от него порусь просто Окей, окей, хорошо Испая вот тоже Вопрос пришел неожиданно С контакта Прямо сейчас в личку Из последних мультиков Что-нибудь понравилось? Скобочка вдохновила Смотрел последние мультики Какие-нибудь Последние? Ну, последние я смотрел Холодная с сердцем Ну, имеется в виду там Дисней Город героев Ну, вот эти Они все шикарные мультфильмы То есть, вообще Я прям рад, что Наконец-то 3D Стало такое же крутое Как и 2D Вот раньше были Все жаловались, что Вот, типа там Душа ушла у мультиков Там, туда-сюда И смотреть неинтересно стало Там, 3D-шные Ну, это Те приверженцы Классической 2D-анимации И вот эти Рапунцель Холодное сердцем Они просто Стали Такими же Как и старые Добрые диснеевские Мультфильмы И это Очень Хорошая тенденция Я считаю То есть, дальше Будет только круче Кстати, не хотелось Заниматься 3D Тоже попробовать 3D-модельки Делать такие Ну, я как хобби Занимаюсь этим Я вот В ZBrush'е торчу Иногда там Всякие Изучая разные Новые программки Текстурирую Ну, дофига всего У меня хобби Изучать всякие новые программы Которых я еще не сидел Вот И Также Изучать всякие Новые фишки Когда время есть Свободное То есть, я сижу И Смотрю видеоуроки На другие программы Так, из них Перебью Но в всякий случай Еще раз Объявлю в чатик Ребят, да Будет сейчас Разбор работ Которые нам Прислали Вконтакт Просто Мы сейчас Пока Первая полчасика Непринужденно болтаем И вот Олег пока рисует Показывает Как легко Отворить Ну, я грубо скажу Мультипликацию Мультистиль В общем Очень крутые работы Еще У меня здесь Всего 3-4 вопроса В личке Сейчас я их зачитаю И после этого Можем переходить К разбору Совсем недолго Одну секундочку Только сейчас Посмотрим А, так Ну, вот Спрашивают Больше Предпочитаешь Рисовать Лайн Или Начинал Когда-нибудь Силуэта Только Лайн Я так понимаю Нет На самом деле Я рисую Ну, вот У меня Кроме хобби Изучать новые программы У меня Также есть хобби Изучать разные Способы рисования Лайном Я вот сейчас Здесь рисую Несколько часов Назад Я сидел Рисовал Рендерил Прямо Реалистичные Всякие доспехи И все такое Ну, на работе Также Для себя Смотрю Всякие разные Уроки По рисованию Ну, не знаю Просто интересно Изучать новые Всякие тенденции В рисовании В живописи И там Всякие такие Ну, до живописи Красками Я еще не дошел Скорее всего Никогда не дойду А вот Компьютерное рисование Ну, оно же позволяет Быстро И в течение Часа Попробовать себя В роли Матпейнтера В роли 3D-шника И всего такого А есть ли у тебя Любимые художники Вот со всем Которых ты говоришь Вот этот чувак Прямо вообще Божественно делает О, есть Это Давай Говори, кто? Оскар Мартин Записывайте Записывайте Оскар Мартин Дальше Сейчас я записываю Я сам записываю Оскар Мартин У него Он рисовал Комиксы И, по-моему, даже Мультфильм Тома Джерри Участвовал Ну, был один Аниматор Вот У него Офигеннейшие Линии Там Шикарные персонажи И все такое Ну, и Дэйв Рапозов Он просто Порендеру Бог Ну, Рапозов Тролль Вообще На самом деле Когда Приходился Когда записывали С ним интервью Это был Просто Вообще У него там Роллло И троллло Через слава На самом деле Так Также Давай еще Еще Дин Дин Игл Дэн или Дэн Игл, как правильно читается. Это, если кто помнит, Мэнди такая была Дэн Игл. Персонаж у него есть девушка такая с собачкой вечно везде. Скорее всего, видели. Блондинка такая, грудастая. Это не, я могу перепутать, это не тот, который рисовал еще девушку со сменогом постоянно, нет? С сменогом, может, не помню. Такая стимпанковская девушка со сменогом. Но этот Дэн Игл, она такая мультяшная, девушка у него с собачкой. На то, что там мультяшная, просто, может быть, путаю. Нет, я не видел. Собачка-сминог. Это, которая с хвостиками с двумя? Да-да-да. Я сейчас ребятам скину в чатик, они посмотрят, кого ты имеешь в виду, если что. Да-да-да-да-да. Вопрос по покраске ПЧБ, красишь ли ПЧБ? Что я делаю? Ну, ЧБ, то есть, ты делаешь сначала арт в черно-белом, потом красишь, или ты сразу красишь? Да нет, сразу крашу. Ну, смысла в этом особо нету. По поводу ЧБ, я не знаю, как им пользоваться на самом деле, но можно в фотошопе сделать такую штуку, если ты рисуешь цветную картинку какую-нибудь. Я вот сейчас покажу. Ну, ее перевести в ЧБ, да, я думаю, что ты все знаешь. Создать новое кошечко такое, пщик. Вот это окошечко уже перевести. Сейчас, секунду. ЧБ, вот. Ну, вот это имеете в виду. Это по-нет, имеется в виду, там вопрос был, просто многие художники начинают делать работу в черно-белом, а потом уже ее красят. Ну, мне кажется, ты не человек, у которого мульти... Да, это не твой стиль, да. А, господи, стиль. Какой мультианшный, все-таки. Ой, Леший пришел, привет, Олег, тоже. Леший, здравствуй, тебя не хватало. Когда ты приходишь, энергетика возрастает. Как раз. Леший, вообще, ему отдельное спасибо. Человек, который помог нам настраивать стримы, и вообще, благодаря нему они существуют, как явление. Так что, это прямо отдельно. Sony Stone говорит про Lazy, не Zoom и Pro. Я, если честно, не знаю, что это такое. Вот, и мне даже стыдно немножко. Это вот плагин, которым я пользуюсь. Расскажи про плагин. Да. Я тоже первый раз сейчас слышу, что это рай. Смотри, Леша, сейчас перебьем. Раньше вот я торчал в SAI, очень клевая программка, там линии такие классные получались для лайн-арта, вообще божественная. Вот, и потом мне пришлось в фотошопе много работать. И недавно вышла вот эта Lazy Nezumi Pro. Она позволяет делать всякие разные линии тебе. Как Lazy Mouse, как в ZBrush есть. Вот, и она то же самое здесь делает. Так, вот, теперь очень подробно всем нашим слушателям и мне, потому что она делает линии, как в ZBrush. Да-да-да-да-да. Да-да-да, стрим становится... Три вопроса, бесплатная ли она, ссылочку, где скачать и делай... Она не бесплатная. Я сейчас кину ссылочку в чат. Я уже нашла, что это такое. Я надеюсь, что это то. Если видите, за моей кисточкой такая маленькая полосочка бежит, такая... И линии прям плавненькие-плавненькие получают. Да-да-да, вижу-вижу. Прям вообще. Слушай, ну, ты просто сейчас открыл мир общецелла. А, то есть там можно как в SAI делать еще плавнее, то есть плавность это регулировать? Да, в новой версии там, по-моему, вот массива-то-то. Красота. Да, там, а, еще там плюс, тут всякие параллельные, изометрические, круги и всего такого, то есть тут дофига всего. Я от себя хочу сказать, Соня Стоун, спасибо, потому что без него или нее я прошу прощения, потому что не знакомый еще. Соня, какого ты пола и как тебя зовут, чтобы мы тебе сказали спасибо. Да, но мы говорим тебе спасибо, потому что, мне кажется, без тебя мы этот вопрос никогда бы не задали просто. Даже не додумались за это. Потому что, я не знаю, что такое там. Теперь, да, хорошая проблема. Слушай, а что ты говоришь про изометрию, про круги? Покажи, расскажи, интересно. А тут, сейчас, ну, в этой же, так, сейчас посмотрю, работает. Они у меня иногда почему-то слетают, да, не получается. Недавно просто почему-то настройки слетели, и у меня работает только линии всякие, ну, сглаживание линий работает, а изометрия не получается. Ну, я думаю, каждый, кто скачает, он себе, он найдет это у себя. Про это я не вижу. Ну, это такой, да, нехилый читеринг, на самом деле, ну, так, в хорошем смысле читеринг, то есть, ну, действительно хорошо. Потому что, кстати, ты просто, вот, как раз Сони Стоун опередил вопрос из лички, или опередил, я извиняюсь, там как раз был вопрос, как ты делаешь такие линии, там был вопрос, поэтому, видимо, Сони Стоун потомок Нострадамуса, и, в общем. Да-да-да-да-да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. И, собственно, ну, отлично, отлично. Так, ну, еще один вопрос, и давайте разбирать работу, а то мы уже долго разговариваем ни о чем. Хотя уже с пользы сейчас секундочку прочитаем. у меня есть вопрос про список литературы но я думаю что список литературы которые ты учился и который тебя вдохновлял я думаю что мы облегкуем позже на самом деле не было никакой литературы не было никакой литературы да это очень короткий список то есть фигачить 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 как Андрей говорил самый лучший способ начать классно рисовать это познакомиться с каким-нибудь классным художником и смотреть как он классно рисует кто иван смирнов он он меня научил рисовать по крайней мере я понял что он классно рисует когда у меня раньше всегда была проблема кожу рисовать я нарисую какой-нибудь человека у меня вместо вместо цвета кожи какого-нибудь у меня там какашечный цвет получается не знаю как теперь это нарисовать повторить ну нормально да и когда поймешь что он может ничего тебе не объяснять а просто рядом рисовать и ты когда будешь смотреть ты для себя сам поймешь что для тебя важно ну и как это вообще всякие нюансы заметишь которые он не успеет рассказать человек этот поэтому если у вас есть возможность где-то там не знаю чуде даже предположим за бесплатно работать в компании есть крутые художники я бы на вашем месте посоветовал ну я вам посоветовал туда пойти поработать с такими же людьми крутыми которые круче вас скажем так у меня так и вышло если ты бы сидишь дома фрилансе что это хорошо но это тебе уровень свой ты можешь поднять только если у тебя очень сильно стержень в тебе есть такое что ты там упорный там трудолюбивый и вообще там любишь учиться и все такое но большинство художников они ленивые скотины поэтому я уверен что многие послушал советы будут куда нибудь работать с такими чуваками крутыми понятненько но я думаю что сейчас самое время перейти к уже разбору работ потому что у нас как раз окончились первые полчаса такого непринужденного разговора открывай показывай какие работы ты выбрал для разбора о чем хочешь сказать какие ошибки нам думали на все правду матку режь давай сейчас секунду дорисуем пока начался но в целом это не стоит на спине отчетного господи в целом еще пришли да пока прет какого ты слышишь это песик ты рисуешь да и песика начал рисовать какого то давай дорисовывай песика и собственно давай фигачить а да кстати заодно пока ты дорисуешь песика скажи мне какие упражнения по рисованию ты бы порекомендовал художнику который хочет вот так из башки брать какие-то формы абстрактные какие-то например ну на своих курсах я заставляю студентов рисовать линии то есть сначала такие линии потом такие линии такие нельзя вот потом когда рука разогреется уже отлично у тебя получится там рисуешь параллельные линии это на курсе динамик скетчинг тут такое же было упражнение ну то есть рука на у тебя начнет шевелиться как минимум потом сидишь и передумаешь всякие интересные формы интересные но простые формы вот это что из этой формы уже выводишь соответственно объекты не обязательно это просто чтобы себе создать какую-то базу своих любимых форм в голове которую ты потом тебя попросит нарисовать что-нибудь такое эдакое а ты подумаешь что например мешок тебе нужно нарисовать ты такой о я же помню что я люблю вот так рисовать мешки вот это же мешочек все круто и мешочек нарисовал а отлично так ну давай перейдем к разбору работ ты уже пёсика порисовал давай комить а то авторы ждут наверное в чате и собственно там 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 ждут всего хорошего да а они пока не ушли спать или еще не проснулась так где-то тут PSD-шка была а секунду итак это надеюсь все если не все потом скажете я закачаю новое вот итак я не такой прям специалист чтобы оценивать работы какие-то реалистичные и там какие-то иллюстрации картинные но например я бы посоветовал человеку который вот это нарисовал оформить ее вот портрет ну как-то красиво оформить потому что она сама по себе подразумевает такую какую-то картинность что ли ну рамку какую-то офигенную сделать в фотошопе и уже будет забыла как есть юмирные украшения которые сквозь еще вырезается тоже в таких овалов делается да то есть можно поработать над этой иллюстрацией до идеала довести будет прям все закончена картинка вот без этих без вот этих штучек непонятно они просто портят все впечатление от картинки а что там было написано по поводу этой у меня только вот к этой картинке человек бежит какой-то хипстер викинг киборг судя по всему бежит вот для меня сейчас секундочку у меня сразу стал вопрос что вот это такое киберштучки какие-то на вид таких доспехов ну то есть эта картинка она сама по себе как сказать непонятная то есть история какая-то если есть то она не рассказана до конца вот по анатомии вроде анатомично выглядит я как я уже говорил я не сильно разбираюсь в анатомии по мне так круто вот ну и разве что ухо может быть какое-то слишком маленькое я попробовал бы поработать над ухом и все будет отлично и если это какая-то иллюстрация в дальнейшем будет в цвете то он замечательный и стоит его тоже как-то оформить так но не под не с этим кругом он не выбивается почему то этот круг из общей картины так вот там домики вообще шикарные кто нарисовал я ну если можно сказать автора автор да автора заявить если автор в чате напишите да сейчас посмотрим сейчас у нас простые задержки поэтому то что мы говорим люди слышат через примерно 5-7 секунд поэтому автор если вот этих прекрасных домиков если ты есть от зависит чата ну я думаю что видимо нет потому что некоторые ребята писали что они не смогут ну они смогут смотреть сейчас и все смотрят не так давай небольшой оверпейн сделаю на домик то есть у этих домиков соответственно все и все шикарно кроме там пары мелочей таких как тень тени нет да многие заметят это какую то тень не помешало сюда сделать то есть и воздушная перспектива подробно подработать немножко воздушную перспективу можно у тебя прям как раз все таки домик прям мультяшечное твое кстати слушай вот да еще вопрос был ты инвайрменты вообще рисуешь значительно реже чем персонажи то есть у тебя специализация только персонажи ну в основном да мне приходится по работе иногда инвайрменты рисовать но я стараюсь убегать от этих обязанностей кому-нибудь другому отдавать их именно не нравится да ну не то что не нравится просто я на них потрачу больше времени чем другой человек который их уже рисовал поэтому зачем это тратить время я ленивый да ладно я не думаю что ты то что ты говоришь что ты рисуешь почти там весь день ты ленивый у нас пришли наши постоянные слушатели бимени пришел вот осталось просто еще парочку людей дождаться и стрим уже будет совсем восхитительный а нас пока смотрят насколько я вижу чуть более чем двое двести человек это восхитительно чуть более сказал бы чуть менее чем триста это было ближе к правде слушай я я зарифмую сейчас на триста но нельзя это делать на самом деле да двести пятьдесят один человек нас сейчас смотрят я просто только что обновил статистику это хорошо тогда нужно что-то крутое нарисовать тогда не торопитесь ну нет давай разбирай дальше работы указывай автором на ошибки а потом рисуешь еще сейчас так и быть мы тебе разрешим немножко порисовать а куда торопиться то я всю пятницу свободен замечательно в общем в этой картинке чуть-чуть воздушной перспективы добавить чтобы разбить и и в общем картика клевая мне нравится а и еще вау 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 люди говорят звук пропал звук пропал да сейчас секундочку посмотрим ну да говорят что это был общий лак но не знаю а а все 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 нормально продолжаем так да кстати я еще хотел отдельно сказать пару слов если есть в чате или просто хотя бы есть люди которые слышали про наш прекрасный конкурс по ведьмаку который сейчас проходит в нашей группе у нас скоро будут новости по этому конкурсу новости исключительно хорошие я не буду их раскрывать то что чуть чуть позже мы их анонсируем скорее всего анонсируем в субботу или воскресенье но если совсем собственно долго будет то в понедельничка о у нас пришел мой прекрасный коллега и восхитительный мульт художник Евгений Новосильцев я тебя вижу в чате Жека привет привет а я здоровью со всеми остальными кто к нам пришел и не успел с нами поздравиться в самом начале стрима вот кстати да вот кстати художник рисует серию тоже как олег мультяшности и поэтому круто ладно а про конкурс по ведьмаку короче будут новости у нас добавилось еще призов во первых добавилось очень крутых призов реально крутых то есть прям вообще и у нас будет обновление в плюс состав жюри то есть к нам присоединится кое-кто и собственно мы об этих людях еще расскажем в общем все будет интересно так же хотел сказать спасибо тем кто начал рисовать на конкурс огромнейшее спасибо потому что восхитительные скетчи совершенно восхитительные в альбоме меня просто вот самого вдохновило и они безумно крутые спасибо вам люди участвуйте дальше давай продолжаем продолжаем делать так в общем немного больше цвета сюда добавить будет вообще крутая картина так вот этот дядька в стиле Вархаммера мне вообще где то я даже комментарий оставил у себя нет не оставил а вот идеально идеальная картиника по моему то есть тут что тут сказать круто а что человек то спросите мне который рисовал эту картинку там я сейчас постараюсь сейчас мы постараемся зайти и посмотреть то что у нас не знаю у меня вроде открывания у меня все открывается нормально давайте посмотрим по натуре по натуре и по дизайну ну суперская работа прям вообще я даже автогруппу попросил руслан москалюк да круто так ну да а так вот с домиками тут работа подпись рисовал долго не могу сказать что остался полностью доволен результатом разберите пожалуйста цвет цвет композиции будут играть любым советам и фидбэку а андрей горожанов нарисовал домики вот эти красивые если я правильно произнес фамилию извините если ты здесь или когда будешь смотреть просто добавь в основные цвета другие оттенки и все будет круто берешь там желтики здесь мазнул туда-сюда сюда-туда берешь какой-нибудь еще цвет да там здесь здесь немножко и картинка у тебя преобразится и будет вся такая пестрит цветами ясничка так ну чё ты дальше перейдешь дальше следующая картинка девушка с фениксом так у нее единственное на что бы я обратил внимание то что здесь просто потерялся силуэт самой девушки это можно как-нибудь решить я думаю быстрым способом и так теперь так теперь так пчум 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 так потому что вот это удар вот доброе цвета. В общем, слишком близко к фону идёт. Ну, просто сам для себя или сама для себя выдели девушку отдельно от фона и всё будет вообще супер-пупер. А вот эта картинка с мальчиком, ну, я не знаю, по-моему, крутая. Всё, что здесь есть, всё, что мне нравится здесь есть, и эмоции, и цвет, и, ну, супер, самодостаточная. Вот так я и написал. Я ничего не могу сказать про неё, ну, разве что, может, фон слишком грязный. Понятно, что так. Мы его вот так сделаем. Так, дальше идёт у нас... Вот эта работа. Ну, здесь единственное, я могу посоветовать человеку, чтобы он... у него всё-всё круто, только с глазами до сих пор не разобрался. Ну, глаза, это вообще... И глаза, руки, по-моему, самое тяжёлое, что есть в рисовании персонажей. Кисти. Ну, это и... Над этим просто стоит всегда работать, и здесь я бы изменил. Если время позволит, то я могу что-нибудь понакидать, что ли. Хотя, не знаю. Давай. Как раз сейчас разберёшь эту работу, и мы сделаем маленький перерывчик на две минуты, я думаю. Ну, или на минуту хотя бы. Да, давайте. Ты как раз сможешь покурить, пойти. А я спокойно пообщаться с людьми в чате. Да, Алиса запишет вопросы и так далее. Ну, я и так параллельно записываю. Что нам в чате говорят? В чате... А что насчёт художников? Тут ведь есть хорошие в чате. Да дофига есть, на самом деле. Я вот просто уже читаю, кто у нас есть, и... У меня душа радуется. Вот, тут мои коллеги прекрасные пришли, соответственно, Олеша пришёл. Бывшие, да. Ну, твои бывшие, Алис, да. В общем... Нет, моих бывших, я надеюсь, в чате нет. Слушай, вот эту фразу сейчас просто надо... Вырежем её к черту. На самом деле, было такое, что... Когда ты, собственно, сказала про конкурс по Визьмаку, некоторые ребята... А, собственно, Леша сказала, что он тоже порисует. Ребята расстроились, сказали, что, ну, зачем надо нам рисовать. Ну, Леша же судья, он же вне конкурса и всё это, да. Нет, ну... В нашем чатике появились пессимистичные настроения. Я жутко против этого, поэтому... Обсуждаются, собственно, да, фризы и экспо за то, что ты, собственно, участвовал в конкурсе. И я, на самом деле, всем советую поучаствовать дальше, как бы... Ну, мне кажется, во-первых, что участвовать с тем, что, а, я всё равно... Ничего не получится... Это плохой настрой, ребят. Надо всё-таки как-то это... На самом деле, про конкурсы я хочу сказать. Дело в том, что, так как он при официальной поддержке CD Projekt Red, CD Projekt Red, они тоже будут заниматься освещением конкурса, и, соответственно, порисовать на этот конкурс, это так или иначе, ну, засветиться и непосредственно, вот, показать свою работу не только на наш скромный паблик, и там ещё на другие паблики, на которые он был репостнут, да, и другим людям, соответственно, которые крутые, в общем... Ну, и для XP, конечно же, для XP, прокачайтесь. Ну, призы, призы, скорее, у нас просто, как такие... Поощрения за супер старания, вот так. Но, тем не менее, призы-то хорошие, очень-очень-очень. А что там за призы? Ну, я упомяну, ещё раз расскажу, у нас про... Те призы, которые у нас добавились, я... Мы расскажем, скажем, мы анонсируем позднее. У нас пока два медальона от мастерской Asgard. Это два ведьмачьих медальона из первой части игры и из третьей. Соответственно, четыре артбука от магазина Ink Lake и две статуэтки, и также десять купонов. Две статуэтки от магазина BlizzStore и две статуэтки от них же. Ну, как купон на скидку и две статуэтки. Собственно, плюс планшет графический, про него было очень много вопросов. Компания Wacom дарит планшет новичку. То есть, в чём суть? Человек рисует на бумаге, видно, что новичок. Возможно, нарисует, скажем так, не очень хорошо, но, тем не менее, за старание будет даваться новичку планшет компании Wacom. Клёво. Собственно, ну, на данный момент... А, ну и плюс ещё, да, плюс ещё мы будем дарить копии игры, я забыл сказать, копии игры и... В общем, у нас есть несколько секретных призов, о которых пока нельзя говорить. А, ну, также есть секретный приз от компании CD Projekt Red, который они вообще выберут сами, то есть человека, которому лично играет и лично вручат приз. А когда игра выйдет, мне говорят? Игра... Нет, я знаю, когда игра выходит с 18 на 19 мая. То есть, насколько я понимаю, релиз по России у нас не 19 мая, а релиз на Европе 18 мая, если я не ошибаюсь. Ну, вот именно эта дата. Так что у нас конкурс идёт до 3 мая, но я несколько раз оговорился о том, что очень небольшая вероятность, но и есть, если будут хорошие скетчи, и реально людям будет не хватать времени, чтобы добить работу, может быть продлим, но это зависит не только от нас, поэтому, как бы, ребят, старайтесь к дедлайну сделать хорошее что-то. Собственно, вот. Верёхинка. Да, ну, опять же, если кто не слышал про судей, судей у нас как раз Леший Олег Шиковцев, в общем, Максим Верёхин, Лео Хао и Иван Смирнов. У нас пишут в чате «Пригласите Михаила Барунка». У нас есть список художников, которых мы пригласим, и этот список настолько сейчас огромный, что людей настолько много, что у нас список почти до августа. Мы сейчас стараемся немножечко это всё ужимать и как-то людей, может быть, даже оперативнее приглашать. Сейчас сожмите кулаки, обещали мы вам тоже Степана Алексеева, я говорил об этом в начале стрима, но мало народу было. Предварительная договорённость на 20-е числа апреля. То есть, если всё получится, опять же, держим кулаки, Степана Алексеева к Сверте пригласили уже предварительную договорённость на 20-е числа апреля. Если ничего не сорвётся, и у Степана будет всё хорошо, и у него будет на нас время, то с удовольствием мы проведём стрим. О рисовании тоже будет очень хорошо. Так, ну я думаю, что надо вернуться к работе, потому что они там тихо, беспалево нарисуют и ничего не объясняют. Олег? Боялся тебя перебить. Он меня уже может перебивать как угодно, давай. Ну чё, я тут уже почти всё заверпейнтил, пока ты говорил. Ну покажи, что было и стало. Давай. Вот, глаза просто не на том месте, где должны быть, по-моему. Я сделал более картонные носы, более картонные мультяшные глаза и расположил просто в нужных местах, как мне кажется. Прости, пожалуйста, можно я тебя вот ещё раз перебью? Мне просто немножко сейчас скепело. Теперь ты понимаешь, почему я молчу? Олег, нет, так не буду. Просто я без тебя показываю. Пришёл Сидвилл и сказал, что Степан никакой вы чё не смотрели. Сидвилл, мы тебя зовём до сих пор, так что давай к нам, к нам, да. Так что, собственно, приходи к нам и ты приди здесь с удовольствием, мы только за. Продолжай, пожалуйста. Олег, не извини. Надо баруль. Все точно. Я уже почти всё сказал, что тут надо. Ну, я думаю, тот человек, который это рисовал, он всё увидел для себя сам. И, в общем, смотрите, когда рисуете зубы, не забывайте, что тень от губы должна быть. Это вот как минимум. Когда рисуете глаза, располагайте их на нужных местах, а не фантазируйте. И всё, и будет круто. Тинь-тинь-тинь-тинь. Вот. Просто рисуйте, вот и весь секрет. Тинь-тинь. Тинь-тинь. По поводу положения глаз, кстати, очень хорошо Боби Чу рассказывал. Блин, постойте, у меня что-то всё отключается. Да ёлки-палки. Хаткей отключается. В общем, правило трёх стрелочек, которые недавно, по-моему, даже у вас в группе это репостили. То есть рисуется голова там какая-нибудь, и тут стрелочка, тут стрелочка, и тут стрелочка. Вот ты. Так мы и рисуем портреты мультяшные. Это прекрасно. Так, ну ты, в принципе, сейчас объяснил уже про эти, но можно, я думаю, к следующей переходить, если всем хватило, если нет, то давайте. Так, так, так. А, секунду. Так, следующая. Так, следующая картинка. Я тут, если честно, я в этой картинке не понял, как обычно, сюжета, и что это за персонаж. По-моему, это какой-то совёнок. Судя по глазам. И носу, если там нос. Вот это клюв? Не подскажете? Да. Авторы, если ты есть, отзыви из чата. Просто не совсем понятно. На самом деле, авторы, если они в стриме есть, то они обычно сразу отзываются, типа, аааа. Ну, не сразу, как-нибудь. Поэтому, если что, я вам прочту громко и с выражением слух. Ну, я не знаю, если честно, что сказать про эту картинку. Просто, что она красиво отрендерена, нарисована, и художник рисую ещё. Ну, разве что с лицом я не понял, что здесь происходит. Так. Всё, у меня что-то, судя по всему, всё отглючит. А не знаешь, здесь на паузу, если я поставлю или на стоп он файл, этот, бродкаст эту штуку, программу. Стрим на паузу не ставь ни в коем случае. Не надо я стоять на паузу, это будет очень-очень плохо. То есть, ты просто, если тебе нужно выйти, ты просто прерываешься и выходишь. Ладно. Поэтому ничего, не ставь на паузу. Алиса будет просто общаться с чатом, я буду там на вопросы отвечать и рассказывать. Нам предлагают пригласить Киркуорова, но нет, ребят, извините. Руанджи, кстати, да, тоже. Сафронова уже предлагали. Сафронова. Блин, ты сидел, почему ты пиаришь Барулькой, я не понимаю. Он тебе денег, что ли? Я сейчас бегу, покури, через пару дней будут. Давай, сходи, покури. А то я пока спрошу, почему, почему Барулька, я не знаю, ты ему денег должен или он тебе их заплатил, я не понимаю. И он замолчал. Да, и все замолчали, в общем. Да, да. Про Сафронова было бы. Опять-таки, всем привет, кто присоединился. Так, еще раз предупреждаю, за мат будем банить. Материться сегодня нельзя, потому что... Ты собралась питерская интеллигенция. У нас питерская интеллигенция. И один питерский интеллигенция. За мат баним. То есть, мы, еще раз повторюсь, мы идем от художника. То есть, если художник любит маты и, собственно, любит выразиться грубовато, у нас есть маты в чате и везде. А если не любит, то, соответственно, не будет этого. Вопрос про Анри. А теперь открою, приоткрою вам завесу тайна. На самом деле, позвали и вот существует пол процента вероятности, что это возможно. Но мы об этом пока не говорим, потому что у него сейчас очень-очень-очень туго со временем в Канаде. И, собственно, если все сложится, да, это возможно. Вот. Это возможно, но это очень маленький процент вероятности, но он есть где-то на горизонте. Но далеко и, как бы, ничего не обещаем вообще. Я уже говорила ребятам, что у нас там планы аж чуть ли не до конца августа. По-моему, мы с вами тогда, когда календарь пытались составить, поэтому мы еще об этом думаем. И у нас, ребята, огромные планы, так что скучать нам придется. Не волнуйтесь. Да, собственно, и у нас как бы стримы будут чуть-чуть поплотнее. То есть мы будем делать стримы таким образом, что будем приглашать, возможно, три раза в месяц. Потому что нам надо серии уложить всех художников поплотнее. Вот. В связи с тем, что их много и многие хотят прийти рассказать. Многих мы просим что-то прийти рассказать и у всех есть интересная информация. Также нас давно просили приглашать 3D-шников и 3D-шники тоже будут. Будут, да, будут 3D-шники, которые будут объяснять и скульптинг ZBrush и которые про рендер будут говорить, соответственно, будут. Их просто, на самом деле, артистов у нас очень много, поэтому вот будем плотняться. Возможно, мы будем вести там несколько раз 2D в месяц, а несколько раз 3D нам придется вести, чтобы у нас сформировались группы по интересам. То, что любят, тот на то и придет. Ну, вот кому-то не нравится 3D, вот кто-то на 3D не придет. Кто-то будет кайфовать с этого. У кого-то будет свободный вечер пятниц. Хоть у кого-то. Да, вот у кого-то будет, у кого-то нет. Всем привет, я на месте. С возвращением. Да, с возвращением тебя. Давай продолжим работать. Следующая работа. Мне вот этот персонаж очень нравится. Пират. Давай, давай про пират. Я бы посоветовал сделать ему чуть больше деталей на костюме или, по крайней мере, проработать детали. То есть от рендерина все. Человек постарался рендерил там свет, тень, все дела, но про детали забил. То есть не забивай на детали. Здесь можно добавить на шланах. Так, сейчас секунду. Так, на шланах я бы добавил какой-нибудь, как это штуки называется, чтобы сидеть удобнее было. Знаете, у всадников есть такие, те, кто катается постоянно на чем-нибудь или сидят, они делают штаны с такими вещами. Ну да, это похоже еще на галифе, да. Что-то такое, да. Ну и какие-нибудь. Тут пару полосок как-нибудь сделать. Здесь чуть-чуть, здесь детали прорисовать вот эти. Блин, если честно, в терминологии не силен. В общем, вот эти штучки прорисуйте. Тук-тук. Здесь какую-нибудь штучку добавить. Можно даже посадить какого-нибудь попугая на плечо. И взгляд какой-нибудь более пиратский, а то он слишком добрый был. какого-нибудь. Какой-нибудь суровый. Какой-нибудь суровый. О, еще, еще, еще. Еще можно Зуфру так сделать ему. Пястро, пястро. Так. Ну, у меня более противные волосы, поэтому извините. Ну и все, и крутой персонаж будет. Тут детальки добавишь, тут добавишь и все, можно выкладывать в портфолио. Вот по этой работе я ничего не могу сказать, потому что я не сталкиваюсь с реализмом особенно. Ну, крутой монстряка, анатомия, свет вот здесь вообще шикарный, по-моему, на пальчиках такой прям приятный. Ну и все, все остальное, крепота, жуть, ужасы, ну все прямо как азвамба. Молодец. Так. Следующий иллюстратор, не знаю, как зовут, можете озвучить. Алис, может найти? Так, давайте на иллюстрацию автора у нас. Я уже открыл альбом, соответственно, я сейчас увижу автора. Так, ты сейчас разбираешь девочку с розовыми волосами, да? Да, да, да. Сейчас мы смотрим. Автор у нас Ирина Пронина. Хотелось бы послушать критику к работе и узнать свои перспективы как игрового художника. Ну, гейм-художника здесь написано. Ну, фантазия у человека присутствует, какое-то дерево прикольное, все такое. Вот. И самый большой, или там, посмотреть тутер именно по рисованию кожи, цвет, ну по цветам. Ты просто, когда рисуешь, Ира, ты берешь какой-нибудь цвет кожи, например, делаешь его чуть темнее и вот, и вырисовываешь тень. Но на самом деле все происходит не так. Ты должна взять цвет кожи, какой ты захотела сделать, добавишь, сделаешь его немного насыщенным, чуть посветлее, уйдешь немного в синий оттенок и чуть-чуть потемнее перепутал. Вот. И у тебя будет более приятный цвет. Простите, я перебью немножко. Тут говорят, что звук у кого-то подвисает, и видео тоже остановилось. Во-первых, я хочу сказать, что, ребята, если что, так, лучше написать в чатике. Ну, то, что стоит обновить страницу. Сейчас, может быть, еще перезвонить, может быть, в конференцию. А у тебя видео не остановилось у кого-нибудь? Нет, это оффлайн, да, показано, что оффлайн. Оффлайн? Да, стрим из оффлайн почему-то. Ну, сейчас разберем. У меня нет, у меня есть, работает. Так, сейчас мы посмотрим, почему у нас перебой в стриме. Если был перебой, то это очень плохо. Так, зависает и повторяет видео. Смотри, соответственно, если у тебя сейчас... Ты не отжимал кнопку, ничего не делал? Нет, все, вот у меня идет стоп, стрим идет, все дела. У тебя стрим идет. Да, возможно, это зависит от хитбокса, от нашего. Сейчас мы попробуем посмотреть, в чем проблема. Да. Давайте, может, Леша, попробуй перезвонить в скайп еще несколько раз. Раз, секундочку, да. Давайте, я повешу трубку и перезвоню. Давайте. 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 Поехали. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Дмитрий 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 Конечно, размазался немного, ну в общем идею, я думаю, поймешь для себя, в общем чуть побольше объекта сделать, также я не сразу понял, что это скаут, и только потом я заметил здесь небольшие нашивки, и как-нибудь сделать так, чтобы упор на нашивке был побольше, и может и здесь стоило разместить еще такие Тогда сразу будет понятно, что это скаут, они же там все повернуты на этих значочках всяких, может даже дофига значков сделать, тоже учитывая, что значки побольше стоит сделать, такая девочка маленькая, и когда она кайфует от значков, они должны быть такие прям ощущаемые, ощутимые, да, правильно, ощутимые Вот, идет вся такая в значках, вот, и можно даже листик побольше сделать, то есть если сделаем листик еще больше, то будет контраст такой, что прям сразу будет понятно, что девочка маленькая Что-то у нас все затихло, прям, ты прям немножко так поясняешь совсем чуть-чуть, а то люди начинают там скучать, наверное Ну, извиняюсь Да не извиняйся, за что вообще? Кто тут главный? Давайте вы озвучивайте, что я буду рисовать тогда Ну, смотри, что я еще бы здесь добавил, я бы здесь просто, в общем, как я и сказал, чуть больше деталей делать Вот, Окс, молодец Пятерка Даже оценочку поставил Дальше Многие художники часто рисуют, ну, не выходя из своей зоны комфорта, то есть, чтобы где-то халявят, где-то не дорисовывают, где-то просто хитрят В общем, вот, человек, который нарисовал эту картинку, он хитрил, сделал позу такую, чтобы не рисовать здесь руки, там, ну, в смысле, не рисовать лишнего Хотя можно было по-другому как-нибудь изобразить, чтобы силуэт подчеркнуть интересный Также не нарисовал глаза, лицо, зим-ботинок там не сделал, руку там какую-то, сама, сама по себе рука у человека видом набита, просто он боится выйти из зоны комфорта То есть, я просто рекомендую выйти из этой зоны Выйти из зоны комфорта, так я и написал Больше экспериментов А, вот этот персонаж Это ворон какой-то там из дыма Полностью описание не помню Эшберди, что ли, по-моему, назывался Вот Самбо себе Прям Волосы добавили, что ли Что ли Прямо Сколько Продолжение следует...